Всем привет, мои хорошие! С вами Айка Эмири и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. Сегодня у нас с вами будет яичница, маслины, здесь вот, стрипсы, ножка. Обожаю просто все это сочетать еще и с домашней едой. Когда я просто кушаю стрипсы и забиваю это все колой, после этого у меня бывает какая-то тяжесть в животе. Поэтому сегодня будет вот такое вот сочетание. Сделаю яичницу на новой сковородке, которую подарила маме. Супер, ничего просто не прилипает. Обалденное просто качество. Я осталась, честно, просто в восторге. Встала сегодня в 6 часов. Как вы знаете, я по утрам начала бегать. И сегодняшний день это не исключение. Уже где-то, наверное, неделю, даже больше. Но проблема в том, что сегодня такой дождик на улице, прям льет как из ведра. Тут не то, что, знаете, бегать на улице. Даже не хочется в магазин заходить. Позвонила двоюродному брату. Сказал, что дорогой сегодня я прийти не смогу. Дождик. Вот. Планы были на сегодня вообще грандиозные. Я хотела встать рано, побегать. Но вместо бега, знаете, что я делаю? Я нашла выход. Я спускаюсь по лестнице вниз. На этаже и так на 12. А потом поднимаюсь вверх. На 12 этажей. И получается ничего, так себе спорт. А еще бабушка со мной присоединилась. Она тоже не то, что подниматься. Подниматься ей тяжело. Она говорит, хоть один раз, чтобы спустилась я вместе с тобой. Несмотря на ее возраст. Она очень активный по жизни человек. И всю жизнь занималась таким, знаете, сельским трудом. Наверное, поэтому она такая спортивная у нас. Скучно просто дома сидеть. Просто смотреть сериалы. Она хочет двигаться, что-то делать. Куда-то идти. Всегда за активный отдых. Это очень круто. Я беру с нее пример. И вот тоже стараюсь. Как вам такой ракурс, ребята? В прошлый раз вы были недовольны тем, что когда с роллами видео было, все говорили, что фокуса на еде нет. То есть фокус только на лице. А роллы размываются. Так, мне кажется, фокус и на лице, и на еде. И видно вот так вот еду хорошо. Эту идею подал мне мой брат. Он говорит, в мукбанках самое интересное, это непосредственно еда. И она должна быть ближе. Так интереснее. Поэтому я решила выбрать этот ракурс. Я сейчас смотрю. Не знаю, когда буду монтировать, может быть, мне не понравится. Вот сейчас иногда такое бывает. Я смотрю видео. Вау, как классно я выхожу. Ура, будет крутое видео. А потом так получается, что на процессе монтажа у меня какой-то шухер на голове. Или еще что-то. В общем, что-то конкретно не устраивает. Такое частенько бывает. Я сегодня планировала, знаете, что делать? Я хочу себе купить пальто. У меня уже сто лет не было пальто. Я в инстаграме на одном из блогеров увидела очень красивое такое длинное пальто. Ниже колена. Такое, знаете, коричневого цвета. Кстати, я тоже купила пальто. Но, если честно, ее пальто мне как-то не очень. Я не хочу прям такое. Хочу немножко другое. Можно пройтись по магазинам. И вообще в январе-феврале у нас есть такие скидки на зимние вещи. Я стараюсь всегда тогда брать. На скидках всегда мой размер остается. Не знаю, то ли везет мне так, то ли большие размеры очень быстро раскупают. Например, просто. Я иду на свадьбу, правильно? У меня два пуховика. Даже не три. И все три оверсайз. Однотипный. И один, кстати, вот последний. Я вам даже показывала, когда я его покупала в инстаграме. С вами советовалась. Кстати, обязательно подписывайтесь на мой инстаграм. Потому что, когда я хожу по магазинам, я обязательно советуюсь с вами. Там было несколько цветов вот этого пуховика. Я взяла синие, так как все проголосовали за синие. Все написали, бери синие. Вот. Мне пуховик нравится. Даже очень нравится. Я его купила с такой скидкой, вообще умереть не встать. Он мне обошелся плюс-минус в 30 долларов. Так что вот так вот. Вообще в этом сезоне очень много одежды я купила именно на скидках. Правда, не все прямо вам показываю, да. Иногда даже думаю снять для вас видео о покупках. Потом думаю, все любят мукбанки, все подписались на меня из-за мукбанков. Поэтому думаю, да ладно. Когда я снимаю что-то иное, например, влоги и так далее, мне часто пишут в комментариях, что вот мукбанки, говорят, у тебя классно получается. Вот тебе это дано. Спасибо, конечно. Но говорят, больше тебе ничего не дано, кроме мукбанков. Я сама очень люблю мукбанки. Сегодня вот Фатю смотрела. Одно из ее старых видео, где она там Цезарь салат кушает. Рассказывает что-то. Я просто делала уборку в комнате. Я поставила ноутбук. Смотрела, как она там рассуждает. Кстати, в процессе того, как я делала уборку, я это все снимала. Точнее, как снимала? Я просто поставила камеру и занималась своими делами. Потом это все на быстром режиме. Мне кажется, должно получиться очень интересно. такая мотивашечка, потому что я в комментариях под каким это видео была. Очень под одним из видео мне девчонка написала, что как же твои видео про уборку. Я их просто обожаю. Сними мотивашку, сними уборку. Я подумала, почему бы нет? Тем более, я убираюсь. Просто мне немножко стыдно, какой у меня бардак. да? Ну, что поделать? Из девушки профессия. Сейчас и мамы нету. Я как-то вдохновляюсь, уборка. Если честно, в последнее время раньше ненавидела убираться. Может быть, это связано с тем, что я знаю, что если я это не сделаю, это сделает мама. Мне лучше заняться более полезными делами, как, например, съемка видео или на работе. проектом, который мы, кстати, выиграли. На работе вообще... Ой! На работе вообще дела хорошо идут. Это очень меня вдохновляет. Обожаю свою работу. Просто обожаю. Это куриная ножка. Вот такая вот большая. Жирная была курица. Иди. Быть может, домашняя еда не очень сочетается с фастфудом, но попробуйте. Это очень вкусно. Ты ешь что-то очень вкусное и при этом вместе с ним и полезное что-то. Это, кстати, деревенские яйца. Как они подорожали, ребята. Раньше у нас деревенские яйца три года назад в деревне стоили 10 копеек. Потом 15, потом 20, сейчас 30. сегодня Фатя написала, и я вдруг осознала, что мы уже полтора дня с ней не общались. Для нас это вообще рекорд. Для нас это очень трудно. У нас были такие дни с Фатей, когда мы целый день о чем-то болтаем. обсуждаем каких-то блогеров, не знаю, новые идеи. Косметику. Вот косметику мы можем обсуждать прям часами. У меня тоже парень немножко ревнует. Он тоже очень любит по телефону поболтать. и он говорит, это нечестное распределение времени. Фатя говорит, в сутки 10 часов, а мне, говорит, всего час. Это нечестно. В общем, надо как-нибудь к Фате пойти поснимать новые видео. Обязательно. Я обожаю снимать видео с Фатей, потому что эти видео я вообще не монтирую. Мне нравится все. Там минимум монтажа. А когда я одна, иногда я что-то сказану, я думаю, блин, это сейчас здесь вообще не в тему, за это меня захейтят. Здесь напишут вот так вот. Я, честно, в последнее время не могу быть собой. Вот мне хочется что-то вам рассказать. Я такая думаю, вот мне напишут, что история какая-то неправдивая. Или вот другое хочу что-то из своей жизни рассказать. А вот здесь меня не поймут. Очень жалко. Я раньше всегда считала, что каждый человек имеет право на собственное мнение. И удалять негативные комментарии, тем более блокировать людей, это неправильно. Я считала всегда так. Но сейчас я считаю, что нужно, дабы не портить собственное настроение. Вот, например, одна девочка мне пишет, ой, говорит, ты какая-то неинтересная стала, отписка. А потом на следующем видео опять что-то пишет. Да, вот зачем было писать до этого, тем более у тебя стоит аватарка, я вижу, да, что это тоже ты. А в следующем видео мне пишут что-то хорошее. Я взяла заблокировала. Отписка так отписка. То есть не проблема. То есть мой канал это мой садик, где я выращиваю цветы. Вы представьте, что кто-то придет и начнет вырубать эти ваши цветы, например. Вам понравится? Нет? Причем людей, которые постоянно пишут что-то негативное, их в принципе немного. Может в общем человек 10. Я думаю, что уже 88 тысяч подписчиков. Если 10 человек убавится, ничего страшного. Лучше это будут люди, которые действительно меня любят, поддерживают, которым нравится то, что я делаю. Добрые люди. Вот так. Вот так. совсем забыла про чай. Я очень люблю чай. Даже летом. Летом мы когда с подругой моего детства были в деревне, да, она там всю жизнь живет, а я туда приезжала на лето и мы сидели с ней летом 40 градусов тепла, жара на улице просто мы сидим с ней чай пьем. Заходит моя мама и просто начинает угорать над нами. Девочки говорят, у вас все дома, на улице какая погода, вы чай пьете. Очень люблю чай. Даже знаете, был такой случай, Фатина мама купила какой-то очень хороший чай и честно он мне не очень понравился, я люблю классический чай. Я, короче, попила чай и Фатина мама спросила меня, ну как тебе понравился чай? Я говорю, да, 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 отличный. Мне как-то стыдно стало говорить, что нет, не понравился, что за чай был и так далее. И она мне такая говорит, ой, давай я тебе заверну его с собой. И я такая, нет, не надо, говорю, не надо, он мне не понравился, если честно. Вот так вот. То есть у нас с Фатиной некоторые пишут, что вот, не знаю, кто платит за Вить, а кто платит за продукты, которые вы снимаете. У нас реально нету таких вопросов, просто никогда и не было, и нет. я очень хорошо отношусь к Фате, к ее маме. Мама вообще у нее просто ангел, просто, просто красотка. это человек, с которым, я думаю, никогда у нас не будет разногласий в плане денег. Могут быть какие-то разногласия, было такое, что мы иногда ссорились с Фатей, да, и знаете, наши даже ссоры были по большей части по моей вине, но я немного, знаете, тупо эмоциональная, тупо ревнивая, как, знаете, немножко странная, я могу на пустом месте сделать скандал, в плане ревности или в плане чего-то, а Фатя такие вещи я, честно, не очень любит, один раз даже мы с ней немножечко поругались из-за этого, вот, понимаете, у нас скандалы могут быть только такие, из-за ревности, из-за, не знаю, я заплачу в ресторане, она говорит, нет, я заплачу, я говорю, нет, я, и мы начинаем драться, да, прям там, вот, из-за этого у нас могут быть скандалы, вот так, я на самом деле очень рада, что благодаря ютубу я нашла такую крутую подругу, еще одну девочку из Самары, мы с ней общаемся, правда, никогда в жизни не виделись, но она тоже в свое время смотрела мои видео, а потом мы начали общаться в инстаграме, как-то, знаете, у меня было видео о том, что у меня нет друзей, как-то мне не хватает общения, я чувствую себя одинокой, и вот тогда она мне написала, тогда много кто написал, много кто начали общаться, до сих пор общаемся, в Самаре вообще привет огромный, а еще вчера вечером был такой случай, помните, я вам как-то раз рассказывал про диван, если вы постоянно смотрите мои видео, вы поняли, про какое видео идет речь, то есть одному влиятельному человеку мы диван продали с просрочкой в полгода, ну, короче, история целая была, я не говорил имя этого человека, имя магазина и так далее, но именно вот эта девушка, которая покупала у нас этот диван, она мне недавно написала, она говорит, я смотрела твое видео, говорит, и вот как раз наша история, мне настолько было приятно, когда она написала, вот реально, рада, что люди меня вспоминают каким-то хорошим словом, да, это очень приятно, тем более, такие люди хорошие, действительно, вот, приятно очень, я чувствую себя хищником, я на самом деле не очень люблю ножки, но эти ножки, это не простые ножки, это просто ножки с большой буквы, а еще вот такой вот стаканчик мне подарили кифтбоксис, до сих пор вот пью из него, очень нравится, очень классные подарочки они делают, если хотите, я вам оставлю ссылку, ссылку оставлю вам в боксе, заходите, заказывайте себе тоже такой стаканчик или презент кому-то, последнее яйцо, как же его взять-то, идите ко мне, глазок-то называется, было просто, нереально вкусно, обалденно, на этом все, я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, может быть для вас это мелочь, для меня безумно приятно, я вас всех очень-очень сильно люблю, с вами была Лайка Эмили, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok